Сергей Владимирович, здрасте! Добрый день! Скажите, вы как начальник управления по сельскому хозяйству чувствуете себя в безопасности после того, как вертолёт упал? Ещё раз. У вас вертолёт упал российский, как вы себя чувствуете там? А кто это? Давайте мы по порядку всё. Давайте. Ну, во-первых, я не знаю, какой вертолёт я упал, как бы, и это чуть не маконсистенция. А вы про это не знаете тоже. Боже мой, вот я вам завидую. Вот умеете вы так жить, чтоб ничего не знать? Расскажите мне. Ну, хорошо. Просто Гомель и Брестская область, это немного... Какая разница? Ну, и у нас вертолёты Российской Федерации не каждый день падают. Меня, вообще-то, Беларусь интересует в целом, а не только Гомельская область. Ну, когда он упал, что упал, я ещё пока не в курсе про это дело. Да вы что? Вас там что, держат в заперти, что вы не в курсе? У вас доступ к интернету есть? Ну, вчера упал вертолёт около трассы М1 под Ивацевичами. Куча видео от местных жителей, а вы чего не знаете? Слушайте, так война начнётся у Беларуси, а вы будете всё ещё не знать. Вертолёт упал. Хорошо. Что дальше, по вашему обращению? Я спрашиваю, а райсполком какие-то специфические меры по данному поводу принимает или нет? Как народ защитить? Управление по сельскому хозяйству занимается на данный момент, ну, немного другими вопросами. Окей. Скажите, а у вас дождь идёт? Идёт. Нормально всё, да? Ну, в принципе, да. Супер. А то у некоторых районах аж Малибин проводили за дождь. Вам не приходилось? Знаю. Сергей Владимирович, ну вы же всё знаете и про вертолёт знаете. Чего вы придуриваетесь? У вас что-то есть ещё по поводу обращения? А чего вы такие трусливые? Вот расскажите мне. Спасибо. До свидания.